Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю. Я вам дам свой комментарий-ответ, и также вы можете написать свои комментарии для девушки. Так что давайте приступим. Расскажу вам мою историю отношений с турецким мужчиной. Возможно, она уже закончилась на этот момент, я пока не знаю. Я из Украины, мне 45 лет, а ему 49. Познакомились мы с ним в Тиндере в апреле прошлого года. Я не очень хотела отношений с турком, но он отличался внешне. Я обратила на него внимание. Он сразу мне написал, через несколько дней мы перешли с ним общаться в отца. Он мне звонил, только переписка, красивые слова, каждое утро и вечер. Очень был вежлив, медленно выстраивал контакт. Меня это не напрягало, мне даже это нравилось. Я узнала, что он атеист, оливит, разведен, имеет двух детей. Занимается строительством, имеет свою небольшую компанию. Писал стихи, был очень корректный. Первый раз я его увидела через три недели по видео. До этого у нас были только фотографии и аудиозвонки. Так получилось, что я сама ему позвонила на видео. Это вышло случайно. Он открыл камеру, и мы впервые встретились. Оба были к этому не готовы, но с того дня мы стали созваниваться по видео регулярно. Я ему очень понравилась. И он предложил встретиться. В середине мая у меня был день рождения, и мы решили, что он приедет к этому дню. Здесь я иногда в письмах останавливаюсь, чтобы давать комментарии и не забыть. Письмо длинное. Я ему очень понравилась, но то, что понравился он мне, вообще никаких слов у нас пока что, что я хочу отметить, до этого не было. Вот он приехал ко мне за два дня до моего рождения. Я с моим сыном встретила его в аэропорту, хотя это достаточно далеко от нас, 250 километров. Он прилетел ночью. Когда мы встретились, это была не искра, это было много искр. Мы ехали домой, смотрели друг на друга. И я тогда подумала, что это именно тот, кого бы я хотела видеть рядом с собой. Мне не характерно принимать такие быстрые решения. Я здесь остановлюсь. Вы, кстати, об этом отметили, что он медленно выстраивал общение, и мне как бы это нравилось. У вас проблемы с доверием, вы к себе тяжело подпускаете в свое поле доверия людей. Но переписка в полтора месяца, и его приезд сделали свое дело. Мы нравились друг другу очень. Пять дней он был моим гостем, все было хорошо. Мне нравился его характер. Он спокойный, уверенный, очень добродушный. Мне кажется, он не обидит никогда ни одну женщину. Но негативные стороны все же были. Он приехал без подарков. Привез мне луку и похвалу. Но у меня был день рождения, и он подарил мне стих. Я, честно говоря, была в шоке. Я сделал ему замечание, сказал, что это очень некрасиво с его стороны. Он улыбнулся. И когда мы пошли потом гулять, купил мне в каком-то магазине кофту, тип подарок на день рождения. И получилось такое ощущение, что я как будто бы это выпросила. Настроение у меня было испорчено. Целый день мне звонили друзья, знакомые, с поздравлением. Прислали мне цветы через курьера. Он все это видел. И вот эта кофта многоточия. Ну, в общем, вечером мы пошли в ресторан. Я успокоилась уже. Деваться было некуда. И мы провели неплохой вечер. Прогулялись, он был счастлив. Но я была немного озадачена. Я знаю, что турки щедрые мужчины. Я пыталась понять. А он делал вид, что все в порядке. Я здесь остановлюсь. По поводу подарков. В Турции есть люди, которые дни рождения вообще не отмечают. Или отмечают не так, как у нас. А есть их так же, как у нас масштабно. И по поводу подарков. Даже близкие, родные тут бывают. Люди не дарят вообще подарки на Новый год. Или дают всякую ерунду. Типа кофты, носки, колготки, блин, штаны, одежду. Вообще одежда в Турции это нормальный подарок на любой праздник, день рождения, Новый год. Или на Байрам. Даже есть Байрам, когда детям, дедушке, бабушке дают монетку и покупают новую одежду. То есть именно новое, начало, назовем так условно, Нового года. Начало новой жизни. Так вот, подарить кофту для турок, да, это нормально. И, видимо, он, скорее всего, из этой семьи. У него, может, не рождение вообще не отмечается. Он холодно к этому относится. Для него это не так важно. У нас это, да, особенное мероприятие. У нас это, скажем так, мы их не очень в этом понимаем. Так что, ну, бывает. Разность менталитетов воспитания. Пять дней прошли быстро. Я отправила его уже обратно. И было мне о чем тогда подумать. Я пожалела о том, что пригласила его к себе домой. Нужно было, чтобы он жил в гостинице, чтобы оплачивал за свое проживание. Да, сын забирал у нас на машине 500 километров. Как бы бензин. Мог бы вообще-то это оплатить. Взрослый мужик. Почему я должна была это оплачивать? Эти вопросы зависли. Отношение с деньгами у него мне не понравилось. Потом у нас была переписка на продолжность. Он пригласил меня уже к себе в Стамбул. Мы договорились, что я прилечу через месяц. Мы собрались поехать в Ялову на термальные воды. Поскольку у меня болела спина. Но несколько раз менял дату моего приезда в связи со своей работой. Я знала уже, что деньги для этого, видимо, для него это проблема. И заявила сразу, что билеты он может покупать на турецкие авиалинии и прислать мне их онлайн. Он не спорил со мной. Но я чувствовала, что эта тема для него очень болезненна. Меня это в тот же момент задевало и оскорбляло. Ведь это не такие большие расходы. Он должен был их предвидеть. Потом он три раза менял бронь. Потому что абсолютно не учитывал мои пожелания. Например, я не люблю ночные перелеты. Но он как будто глухой. Брал мне точно в ночь с пересадкой еще. Я разозлилась и сказала, что я вообще тогда не приеду. Он взял билеты на утро. Попросил меня лететь этим рейсом. В результате я все равно не спала. Всю ночь, поскольку собиралась ехать. Добиралась до аэропорта в другой город. В общем, ночью я так и не спала. И получился ночной перелет. Таких казусов было немало. Какие-то нестыковки. Все плохо было у него всегда организовано. И многое упущено. Я не могу сказать, что он глупый. Тупой какой-то. Совсем наоборот. Очень умный. Умеет себя вести спокойный. Вежливый. Но поступки постоянно у него какие-то глупые. Это касалось всего. Встречи в аэропорту. Он опоздал. Еды в гостинице. Это вообще был ужас. Но не думаю, что еда в гостинице. Это от него зависело. Не он же готовился. Еда была невкусная. Я не могла понять, что это за экономия такая на мне. То есть вот эти моменты мы сразу в экономию переводим. Здесь я хочу зафиксировать, что у вас в принципе какой-то у самой. Есть пунктик насчет денег, вложений и финансов. Для вас это больная тема. Поэтому мужчина с таким вот поведением вас очень сильно триггерил. И вы были им недовольны. Подарков для меня не было. По дороге обратно мы провели один день в Стамбуле. Ночевали в гостинице. Я спросила, почему он не пригласит меня к себе домой. Он сказал, что очень далеко вообще-то живет. Я была в недоумении. Ведь до этого-то он жил у меня дома, когда приезжал. Ну, то есть логично, должен был к себе позвать. Вечером мы очень сильно поругались. Из-за того, что я была очень уставшая, он заставил меня выйти вечером из гостиницы, потому что он был голоден. Я хотела только спать. Мы много ходили пешком. Я попросила, чтобы он поел сам. Я, так как я не голодна, он схватил меня и сказал, что вынесет меня насильно из гостиницы тогда. То есть у вас уже конфликт накапывал, недовольство. Понятно. Я хочу здесь сказать, смотрите, я устала. Это довольно-таки эгоистичный от вас посыл идет. Я устала, я хотела только спать. А он, видите, проголодался, заставил меня с собой идти. Блин, а почему вы не думаете о том, что человек... То есть у вас на него был накоплен свой уже негатив. У вас началось это уже все выплескиваться друг на друга. Он вас тоже злился. Но, тем не менее, я здесь считаю, что вы тоже к его интересам как бы особо не прислушивались к его желаниям. Мне пришлось одеться все-таки и пойти. Я еще ничего не купила. Я хотела привезти что-нибудь из Стамбула на подарок. Утром я улетела. В голове была путаница. Многое меня не устраивало. Но человек, он был хороший, сдержанный. Проблемы с деньгами были очевидные. То ли бедные, то ли жадные. Вот здесь остановимся. Мне не нравился человек хороший. Если вам не нравится, в чем в нем хороший? Вы уже в нем столько всего плохого назвали. Ничего хорошего я здесь, честно говоря, не вижу. Это вы себя уламываете, чтобы с ним остаться. Хороший почему? Потому что он сдержанный. Это говорит о том, что у вас есть страх не сдержанных мужчин. Задайте себе вопрос. А не сдержанный мужчина, который для меня будет плохим мужчиной, не хорошим, это какой? Вот ответ на этот вопрос подробный. Это равно ваш страх, который вас заставил вступить в эти отношения с этим мужчиной. Страх, который вас в этих отношениях, в этом общении с ним держал. Вы закрывали глаза на вот эти вопросы с финансами. Потому что за то, что он сдержанный. И поэтому он хороший. Ответьте для себя на вопрос, кто такой нехороший мужчина и не сдержанный. Я думаю, что это вопрос воздействия мужчины, насилия какого-то, скандалов и так далее. Как-то с вами плохо, нехорошо обращался какой-то мужчина в вашей жизни. Как всегда скажу, это может быть папа, отчим, дедушка, первая ваша любовь, либо предыдущий какой-то брак, предыдущие отношения с подобным мужчиной. Если вы понимаете, отвечая на эти вопросы, что этих мужчин были в моей жизни периодически, это не один мой возлюбленный, а там парень в институте, там мой первый муж или еще кто-то, там вот эти с моего ребенка у вас сын, да, есть. Если такие мужчины разные, но поведение их было одно такое не сдержанное и он был нехороший, это говорит о том, что эта история, я выбирала таких мужчин, потому что кто-то да еще до них нанес мне подобную психотравму, я на этом зациклилась и теперь выбирала себе мужчин, которые мне будут причинять боль. Это вам поразмышлять история. Продолжаем письмо читать. Потом у нас снова возобновилась переписка, он не оставлял меня ни на день. Скажу честно, это и приятно, и нет. Он постоянно отвлекал меня, у меня тоже есть вообще-то своя работа, я была полностью растеряна. Мысли о нем, сомнения выбивали меня из кореи. Если бы он поддержал меня материально, купил хоть какие-то подарки, я была бы спокойной, но это меня сильно насторажило. Вот вам ответ, я еще пол письма прочитала, вот ответ. Вы сами знаете ответы на все вопросы. Если бы он поддержал меня материально, купил бы мне хоть какие-то, мне не важны подарки, хоть какие-то подарки, я была бы спокойна. Мне важно вложение. Дело не в деньгах, а в том, что в тебя вкладывают. То есть я не хочу быть попользованной, использованной какой-то, да. Мне хочется, чтобы любовь, то есть равно не в материальном, а в вложении, в участие. Здесь крик к мужчине о том, что вот когда-то в вашей жизни был мужчина, который у вас не обеспечивается финансово. Может финансово в том числе, но морально вас не вкладывался, не замечал вас. Для вас не вложение морально, не вкладываться финансово равно меня не любят. То есть морально любовь через деньги, или у вас был такой образ папы, например, или отчима, дедушки, какого-то человека, которого вы любили, он свою любовь не давал эмоционально, а давал вам финансово. Поэтому вы это и ожидаете сейчас. Потом он снова приехал в августе на шесть дней. Теперь я не встречала его и сказала, что он взрослый, сам разберется. Он добрался без проблем до моего дома. Правда, снова ночью приехал. Снова я не сплю, встречая гостя, все мои просьбы игнорируются. Ну, как, видимо, из цели экономии, он к себе, как сказать, купил билеты поэкономнее ночным перелетам. И снова подарков нет. Лукум, похолова, оливки я попросила. Потому что, вот видите, вы попросили, оливки он купил. Но если у него проблема, и он их прижимается, надо было говорить, что вы хотите, а не ждать, когда прочитают мои мысли. Вот вы уже сами научились, поняли, что тут ждать нечего, да, в море погоды. Значит, сами просите. Надо было еще раньше начинать, и не оливки просить, а что-то другое. У меня есть дети, о подарках для них даже не спрашивала никогда. Ну, они ему никто, они, ну что они, он, видите, он же прижимистый, возможно, действительно, и не пытался произвести какого-то впечатления. Плюс он 49 лет, это не 25-35-летний пацан, а уже дядя, поживший сам в разводе, и он не пытался произвести впечатления никакого. А когда производят впечатления, что я чувствую? Что я особенная, индивидуальная, меня выделяют. То есть вам, на самом деле, нужно было вот это выделение себя, что ко мне по-особенному относятся, что он равно меня любит. При этом относился на словах ко мне идеальным. Исключительно вежливый, спокойный, очень влюбленный. На все мои замечания и вопросы отвечал с улыбкой. Никогда нет обвинений в мой адрес, ни оскорбления. Вы это так подчеркиваете, видимо, от мужчин раньше в жизни вы свои это получали, и поэтому для вас это было очень важно. И этим самым хорошим таким отношением он вас к себе, скажем так, притянул, держал этим. То есть раньше вы его еще не послали. Не жаловался, вел себя достойно. В этот его приезд мы сильно поссорились. Я заплатила за него в ресторане, у него не оказалось украинских денег. Я заслилась и сказала, чтобы он уезжал. Мне еще этого не хватало. Он менял деньги каждый день маленькими суммами, чтобы не потратить лишнего. О том, чтобы оставить немного денег, мне он даже и не думал. Вот опять же, да, в чего взялись, что он должен вам деньги оставлять? Вы наслушались истории, наверное, на ютюбе всяких блогеров, начитались в интернете, что какие-то деньги кого-то оставляют. Видите, по факту, да, менял маленькими суммами, да, он прижимистый, у него нет денег, либо он жадный по жизни. Вот вы видите этот пункт, вам не нравится. В чего вы с ним продолжаете общаться? Все уже понятно, мне кажется. В чем вы на это закрываете глаза? Потому что он добрый, нескандальный, спокойный, безопасный. Я его не боюсь. Вот ответ на все вопросы, на ваш страх, почему у меня к нему что-то держало, да, не оставляло. Я не скажу, чтобы я очень нуждалась, но жил в моей вообще-то квартире, всем пользовался. Даже когда я оказываюсь в такой ситуации сама, я оплачиваю людям символически за пользование водой, электричеством. И этот мужчина вообще-то иностранец. И никаких понятий у него нет, даже когда я говорила ему прямо. Ну, в общем, мы стали часто с ним ругаться. Вернее, это делала я. Он слушал и страдал. Говорил, что я бы успокоилась, все будет хорошо, но я не узнавала саму себя. Я стала очень внимательной ко всему, не хотелось пропустить самое важное. Ведь вначале он мне нравился даже очень, и мне было обидно, что он не дотягивает, как мужчина. Вот еще минус, почему не надо быть с ним, не дотягивает. А вы за себя глазки-то себе закрываете, себя уговариваете оставаться с ним дальше из-за своих страхов. Я стала очень внимательной ко всему, пыталась усмотреть каждые мелочи. Однажды он сказал, что я для него как жена. Я рассмеялась и говорю, почему-то тогда я, имея мужа, живу одна, решаю сама свои проблемы, одна зарабатываю на себя сама. Он думал, что мне понравится такое исполнение его роли, но нет. Я выкатила мои требования к моему мужу, и он сказал, что я похожа на турецких женщин. Не знаю, комплимент это был или наоборот. Это был не комплимент, наоборот. Типа, я знаю, чего хочу, меркантиль. Для вас, как баба, я вам скажу комплимент. Точно. Вы говорите, знаете, что не мнетесь с милым райшалом, а говорите, что надо. Как турчанки. Для него не комплимент, потому что он себе сказал, что легкий вариант, на который не надо будет тратиться. У вас не сошлась мозаичка, пазл не совпал. Он наткнулся на женщину, которой именно вложения материально очень важны, потому что для вас это эквивалент внимания и любви. Для вас, в принципе, это больной момент, вот этот пунктик, да, про роли. И вообще у вас материально вот это вложение, на самом деле, вы в роли, скорее всего, хотите, на ручке устали и в роли девочки, потому что вы говорите, я хочу, чтобы мой муж, решал мои проблемы и зарабатывал на меня и на семью. Не хочу я быть в партнерских отношениях, я хочу, чтобы за меня делали. А он хотел свою очередь найти ту, которой не надо вкладываться, которая сама за себя будет. Вот он ту хотел, которую вы сказать, которую вы быть не хотите. Со временем таких неприятных мелочей насобиралась целая куча. Меня уже не радовали его стихи. Я сказала ему, что они лживые, потому что на деле ничего не происходит. Кстати, совершенно верно, его слова и поступки разнились, и вас это, естественно, задевало и раздражало. Я стала часто нервничать, иногда даже плакать, хоть для меня это не характерно. Его признания любви казались мне какими-то издевательствами. Я часто стала запрещать ему писать мне, потому что не люблю лицемерие. Совершенно верно, потому что его слова и дела расходились. У вас были свои представления о любви, а у него свои. И они не сошлись. Поэтому его слова о любви для вас стали фальшивыми, потому что у вас изначально, вы этого не знали, но у вас был другой смысл в словах о любви, вложение другое. Он не соответствовал вашим представлениям о любви, и он стал вас бесить и раздражать. Это логично, нормальное течение времени к этому пришло. Тогда он начал писать о своих страданиях в Фейсбуке и Инстаграме на все общие обозрения. Я была в шоке. Слава богу, конечно, без фотографий и имен он это не выставлял, но это были стихи, проза о неразделенной любви, о его страданиях. Все его друзья это читают. Он вывалил эту историю на всех. Вопрос, зачем, я не могла понять. Вместо того, чтобы все исправить, плакал на людях. Это было для меня просто открытием. Вот видите, он еще подорвал ощущение сильного мужчины, он показал свою слабость. На самом деле, это его внутреннее реальное состояние. Это слабый человек, который не соответствует и, скорее всего, не соответствует своей бывшей супруге. Искал женщину полегче, которая с ним будет меньше спрашивать. А мужчины-турки очень наслышаны о наших славянских женщинах, что они все терпят, ничего не просят. Легкий вариант по сравнению с турчанкой. Он на это рассчитывал. Да, не на ту напал. И слава богу, чтобы не из таких девчонок оказались. Как бы повесили себя на шею на такого нытика и мучились бы дальше даже или существовали. Он по жизни нытик и слава человек. И поэтому для него было нормально публично все это свое переживание выставить. Он такой чувствительный, возможно, мягкий. И поэтому пишите, он добрый, беззлосный. Я его не боюсь. Да, это его вторая сторона. Вот плюс, который вы видели за него, почему он вас задел. Безопасный, не нападающий. Я как бы его не боюсь этого мужчину. Но его минус, он слабый характерный. Все на публику переживающий, слабый нытик и так далее. Вот такой вот он, если вы его принимаете, либо нет. Но мы, как видим, по письму, вы его не принимаете. Мы стали с ним общаться реже. Я очень резко стала реагировать на все, чтобы он не говорил или делал в отношении меня. Я начала искать подвох. Он сказал, что будет любить меня на расстоянии и страдает в социальных сетях дальше. За это время накопились некоторые невыполненные обещания. Он быстро забывал то, что обещал для меня сделать. Однажды я настояла. Он пообещал мне прислать крем для моей спины больной, лечебной. Честно говоря, он бы мне не особо был нужен. Но после третьего раза, когда я о нем заговорила и напомнила, я сказала, что этот крем уже давно мог бы быть у меня. А ты только говоришь о нем. Какой в этом смысл? Ему стало стыдно. И он мне купил две баночки, чтобы я попробовала. И тут снова история с пересылкой. Было целое кино. В результате это ехало ко мне две недели за пересылку. Мне выставили счет. Я закатила скандал. Сказала, что такие подарки можешь делать кому-то другому, а не мне. Он быстро все уладил через почтовую компанию. Но в коробке были только эти два крема. И больше ничего. Мужчина, который объясняется мне в любви каждый день, не додумался положить мне что-нибудь приятное. Я ему об этом сказала. Я сказала еще очень многое ему. О том, что он жадный и лживый. Он оправдывался, сказал, что открывает бизнес в Европе. Требуется много денег на это. И кроме этого у него есть вообще две дочери. 14 и 17 лет. Он их очень любит. И они полностью на его обеспечении. Я сказала, что если ты не можешь возможность иметь общаться с женщиной, у тебя нет денег, зачем ты вообще начинаешь отношения? Он молчит или говорит, нужно подождать. Я вот тут еще хочу вот этому обсаться, кое-что отметить. Он вас нашел, почему он за вас держится. Вот вы ему претензии выкатываете, ругаете, его шерстите, да. А он остается с вами и не уходит. Потому что вы ему, скорее всего, напоминаете его властную маму, которая его критиковала. Вот после критики я ему сказала, мне не нравится. Он тут же побежал исправлять это, оплачивать там вот эту пересылку и так далее, решать это, пока не надавишь, пока не скажешь. На самом деле он это отчасти выжидает. Ему это привычное поведение, когда на него давит женщина, это фигура его мамы. На самом деле у него какие-то проблемные отношения со своей матерью были. Этим обусловлено его такое поведение. Но чего ждать? Я наблюдала отношения его дочери к нему. Одна девочка хорошая, учится и уважает папу. А вторая избалованная девица, закатывающая истерик, она звонит ему по 10 раз в день по каждому поводу, кричит на него, вечно недовольная. Единственное, мне кажется, что вы с ним сейчас общаетесь так же, как и его дочь. И, скорее всего, с ним так же общалась его мама с ним. Поэтому для дочери он это позволяет делать, и для него это окей, нормально, он это терпит. И даже отчасти это мазохизм. Ему это нравится, его это устраивает. Я ему сказала однажды, что мои дети никогда так себе со мной не позволяют себя вести. Это просто безобразие. Он любит своих детей, всем потакает во всем. Отец, он хороший. Но для меня это ничего не означает. Я вначале ничего ему не говорила, дети, это, конечно, важно. Но потом сказала, что я не буду на последнем месте, если ты не умеешь совмещать все это. Мне нужно тогда искать для себя и женщину. Недавно он снова... Вот опять, знаете, вот в этом абзаце... Видите, продолжаю видео, останавливаюсь, сразу комментирую. Вы опять говорите, я хочу, чтобы ты меня выделял, я хочу быть особенной, не хочу быть на втором месте и так далее. Недавно он снова пробился ко мне, сказал, что скучает, хочет, чтобы все у нас было хорошо. Как бы он по вам пробился, если бы вы его везде заблокировали? Он бы к вам не пробился. Дверь оставляете открытой, вы, вам, эта история все равно для чего-то нужна. Вы какую-то выгоду вторичницу этого имеете. Вот, видимо, то, что у него ощущение безопасности. Я спросила, почему все-таки в Стамбуле я не была в его доме? Он написал, что снимает эту квартиру у близких родственников. Многие родственники живут рядом по соседству, он не мог меня туда привезти. Вот такая любовь многоточная. Ну, в принципе, это правда, вполне возможно, есть такое. Если он особенность религиозная, в каком семье родители религиозные навряд ли бы потащили. Так, действительно, это окей. Я должна подождать, и скоро мы вместе поедем в Европу, где он планирует работать. Я сказала, что никуда не поеду с человеком, которому не доверяю. В общем, у меня вопрос, а что вы это рассматриваете, если он вам не нравится? Вы все письмо, 20 минут я уже снимаю видео, говорите, что он вам не нравится. Вообще, о каких разговорах, о Европе что-то может быть? Почему вы с ним еще не прервали общение? Я спросила, прислать мне свидетельство о разводе, и не получила его. А раньше он говорил, что разведен, как уже два года. Я верила ему, потому что его дети и сестра знали, что он у меня, гости знали, кто я такая. Но теперь я уже ни во что не верю. Правда, он прислал мне кота от Эдевлета, чтобы я сама посмотрела, но я не стала тут заходить. Там все равно, но в Трецком, что я там пойму, здесь я остановлюсь. Вот этот пароль от Эдевлета, да, уже может быть бумажный, носители у него нет развода. А если прислал пароль, это подтверждает, скорее всего, он действительно разведен. Я вам открою секретик. Открываете Эдевлет по его паролю через Google поисковик. И в Google есть такая кнопочка маленькая, он этот Google переводчик автоматический. И вам с турецкого тут же весь астраничек, с чего вы открыли, переведется на ваш родной язык, какой вы поставите. Так что это не проблема прочитать. И то, что в Едевлете написано, это и есть гарантия. Там даже, может быть, в кемлике в паспорте не напечатано разведет или вместе, он с кем-то в браке состоит. А вот там, что на этом сайте, это и есть истина в последней станции. Пожалуйста, пароль можете воспользоваться, все-таки его проверить. Не могу сказать, что все закончилось. Он пишет свои стихи, развлекает друзей на Фейсбуке. Иногда пишет мне что-нибудь в WhatsApp, но очень редко. Потому что мы быстро ссоримся. Я стала нервной, хотя по жизни очень спокойный человек. Сама себя не узнаю, ведь вначале он мне очень нравился, мне жаль, что все это рассыпается. Но я знаю, какие качества мужчины важны для меня и что в нем этих качеств нет. И никогда не будет, как я думаю. Ему благодарны за все комментарии и за взгляд со стороны. С уважением, Валентина, буду благодарна за все комментарии и взгляд со стороны. Ну, я вам свои комментарии дала, девчонки, тоже пишите. Вообще, Валентинович, что вам хочется сказать? Вы правильно все подытоживаете. У него этого не появится, этот не ваш человек. Вас держит только его вот это ощущение безопасности от него. Здесь вопрос, на его месте ему бы любой такой чуфяк какой-то быть. Здесь вопрос, что я боюсь мужчин, у вас живет страх мужчин, воздействие. Ответьте на вот этот вопрос, который вначале я веду, да, перемотайте, посмотрите. Какой для меня мужчина безопасный и не страшный, да? Вот мы мягкий такой, да? А какой опасный? В общем, вопрос здесь в вашем страхе. Надо с ним разбираться. Может, сходить с психологом, например, обратиться и решить этот вопрос. И больше на таких мужчин вы клевать не будете. Не будете себе нервы трепать, нервничать, истерить и так далее. Этих проблем не будет. Надеюсь, мой комментарий, ответ вам был полезен. Очень надеюсь, что мои видео, в принципе, полезны. Если вам нужна моя консультация как психолога, какой-то там, не знаю, может, совет, рецензия или еще что-то вообще, там, о жизни в Турции или просто как психолога вообще, любые аспекты, да, есть какие-то вопросы ко мне, я всегда под видео в инфобоксе оставляю свою почту. Пишите, с темой письма, консультация я вам отвечу. Или пишите мне письмо от анонима, вот как эта женщина-автор. Это сегодняшнего нашего видео, да, повод было ее письмо. Пишите историю от анонима, я сниму видеоответ, отвечу на ваши вопросы в видеоформате. Спасибо всем за внимание. Жду ваши лайки, подписку на канал. Спасибо, всем пока.